Возвращение Рады Еврорасстраты 2017 Во сколько обошелся Украине песенный конкурс? И почему Евровидение в Киеве не удалось провести без скандалов? Добрый вечер! Начинаем информационный вечер на Интере, но сегодня в новом формате. Почему в новом? Давайте подумаем вместе. Когда называют что-то традиционным, имеют в виду неизменность. То, что это существует всегда. Хотя любая традиция когда-то была новшеством, ну а потом просто превратилась в привычку. Почему итоги недели на украинских телеканалах подводят в больших программах именно по воскресеньям? Просто потому, что это привычка. Это так называемый традиционный формат. Возможно, пришло время эту традицию изменить? Ведь украинские политики уже давно начали именно по пятницам отчитываться о том, что им удалось сделать в течение недели и спорить о том, что не удалось. И то, что это происходит именно по пятницам, похоже, весьма удобно для украинских телезрителей. Так что попробуем создать новую традицию. Пятница на Интере. Теперь время для подробностей недели. Именно в этот день логично разбираться в том, что произошло в украинской и мировой политике. Ну что ж, давайте начинать. И начнем с Верховной Рады. Они все-таки возвращаются на работу после четырехнедельного перерыва. Еще бы немного. И люди, наверное, даже привыкли бы, что парламента у нас нет. Как бы странно и страшно это не звучало. Работать депутаты будут в этом месяце всего две недели. А вот вопросов, которые придется за это время решить, даже не два десятка, а намного больше. От ключевых реформ, пенсионной, земельной, до кадровых вопросов, при обсуждении которых всегда вспыхивают самые громкие скандалы. Ну и происходят наибольшие торги. Вот и генеральный прокурор Юрий Луценко, предчувствуя характер следующей недели, поспешил отчитаться о своей работе. В Фейсбуке лаконично и с инфографикой. Генпрокуратура вернула государству 52 миллиарда гривен, из них 40 деньги Януковича и его окружение, отправила в суды более 7 тысяч обвинительных актов и вернула в госсобственность более 70 тысяч гектаров земли. Можно сказать, тезисно отрепетировал будущее выступление в парламенте. Перед нардепами Луценко читается на следующей неделе. Год со дня назначения его рады на должность генпрокурора истекает сегодня. Кстати, на следующей же неделе начинается и судебный процесс по обвинению беглого президента Виктора Януковича в государственной измене. Еще одна годовщина, о которой обязательно будут говорить и могут проголосовать в парламенте, это год работы Владимира Гройсмана на посту премьер-министра. Вообще, если быть абсолютно точным, год работы Гройсмана исполнился еще 14 апреля. Именно в этот день, в 2016 году, его назначили. Но так получилось, что 14 апреля в этом году это был последний день пленарной работы Верховной Рады перед четырехнедельным перерывом. Одна из печально известных пустых пятниц в зале Верховной Рады, когда там набирается едва ли несколько десятков нардепов. В этот же день, 14 апреля, закончился и годовой иммунитет премьер-министра от отставки. Теперь депутатам придется заслушать отчет правительства и оценить его работу. Прогнозы пока оптимистичны для Кабмина. Депутаты наверняка не отправят его в отставку, хотя и точечные кадровые перестановки, ну, все-таки возможны. Итак, депутаты возвращаются на работу. Нерешенных вопросов у них сотни, неотложных законопроектов десятки. А в Кабмине обещают и проект пенсионной реформы в ближайшее время отправить в парламентский зал. Что должны рассмотреть депутаты в ближайшее время? Посмотрите нашу справку. Месяц изнурительного отдыха позади. Впереди долгожданная работа. Уже буквально через несколько дней депутаты вернутся под купол в зал заседаний. Ведь работать им есть чем. Припавших пылью важных законопроектов сотни. Причем десятки из них с грифом срочно. К примеру, концепцию пенсионной реформы нардепы должны были принять еще к конце апреля. Вот только принимать было нечего. В Кабмине документы на рассмотрение подадут только на следующей неделе. Как раз к визиту представителей МВФ. Еще один законопроект, принятие которого требует в фонде. Земельная реформа. До конца мая депутаты должны решить, как легализировать продажу сельхозугодий. Удастся ли это сделать? Без скандалов точно нет. Кроме земельных баталий, избранников ждет и баталия антикоррупционная. В ближайшие две недели они должны расширить полномочия НАБУ. В частности, принять многострадальный закон о прослушке. Решиться на это депутаты не могут уже полгода. А правительство обещает подкинуть депутатам еще работы. Министры 16 мая должны подать пакет законопроектов по приватизации. А в Минюсте надеются, что уже в середине мая парламентарии перезапустят работу на ПК. Должны избранники разложить и кадровый пассианс. Впереди борьба за кресло главы фонда госимущества. И голосование за приемника Гонтаревой, нового главу Национального банка. Кроме того, уже во вторник Верховная Рада может забрать мандат у Андрея Артеменко, поскольку его лишили украинского гражданства. В общем, спорить депутатам будет о чем. Главное, чтобы за словесными баталиями и кулуарными интригами нардепы не забывали хоть изредка нажимать кнопки за важные документы. Ведь рабочего времени на все про все у них совсем мало. Всего 20 пленарных дней до июля. А потом опять каникулы летние. Ну и уже ясно, что одну из ключевых задач, решение которой депутатов ждут, замена главы Национального банка, скорее всего, отложат до осени. Валерия Гонтарева уходит в длительный отпуск, а не в отставку, как об этом говорили еще недавно. Сама она в интервью Интерфакс Украина сказала об этом так. Мол, за три года в должности у нее накопилось много отпуска. Так что где-то до второй половины августа он есть. При этом Гонтарева надеется, что депутаты все-таки смогут принять решение по отставке уже в ближайшее время. Но подтекст таких слов, в общем-то, вполне понятен. Звучит все это так, будто она точно знает. Голосов за нового главу Национального банка в парламенте пока что просто нет. А вот за кого голоса есть? Это вопрос, как говорится, на миллион долларов. Голосование перед майскими каникулами показало, что даже за ключевые вопросы, например, реформу Конституционного суда, коалиция не собрала и двухсот голосов. И это при том, что пытались мобилизировать и депутатов из других фракций, групп, всего. В зале тогда зарегистрировалось более трехсот нардепов. Впрочем, на следующей неделе коалиция может, скажем так, приобрести поддержку целой фракции за счет всего-то одного решения. По мандату нардепа Андрея Артеменко, недавно лишенного украинского гражданства. Если у него удастся забрать еще и депутатский мандат, это может стать стимулом для радикальной партии Олега Ляшко, по списку которой Артеменко и прошел Верховную Раду, чтобы подставить дружеское плечо БПП и Народному фронту. Сам Артеменко уверен, что уже 16 мая вопрос о его депутатстве может быть решен. Я первый народный депутат, наверное, всех стран мира, который остался без гражданства. Уникальная ситуация, которая не имеет аналогов, это, безусловно, прецедент в международном праве. Тем не менее, я остаюсь народным депутатом Украины, и, как мне стало известно, на повестку дня следующей сессии, 16 мая, планируется внести вопрос о рассмотрении лишения меня депутатских полномочий. Для того, чтобы лишать меня депутатских полномочий, необходимо, чтобы указ был опубликован. Раз. Второе. Необходимо, чтобы регламентный комитет рассмотрел на своем заседании и проголосовал за это решение, вынес его в зал. Третье. Необходимо 226 голосов народных депутатов. Безусловно, я планирую судиться здесь, я планирую судиться в Украине, уже все суды в ВАСУ поданы. И сегодня стало известно, что Высший административный суд Украины уже открыл производство по иску Андрея Артеменко против президента Украины. Теперь у представителей главы государства есть пять дней, чтобы сформулировать в суду свои аргументы. Ну и если с радикалами более-менее ясно, то чего ждать от других парламентских полицил? Попробуем выяснить это сегодня в нашем эфире. Мы ожидаем представителей блока Петра Порошенко и самопомичи и свободы. Ну а прямо сейчас с нами на связи Юлия Тимошенко, лидер Бачкевщины. Фракция этой партии, одна из тех, кто почти всегда критикует деятельность коалиции в нынешней Верховной Раде. И обычно не дает даже несколько голосов, чтобы поддержать правящие партии. Вот будет ли Бачкевщина вести себя так же и в эти две недели? Юлия Владимировна, приветствую. Скажите, какие решения в парламенте могут стать, ну вот что называется, взрывоопасными уже на следующей неделе? Ну и есть ли хоть маленький шанс, что Вы поддержите коалицию хотя бы по каким-то из важных для нее вопросов? И я могу очень четко сказать, что тенденции по отношению к людей, которые склались за последние три года, на жаль, будут продолжаться и эти два недели. Например, людей приветствовали с 1 марта очень экзотичным способом. Практично для тех, кто получил субсидии по житлово-комунальным послугам, суттево снизили социальные нормы, споживание всего тепла, электроэнергии, всего для нарахования субсидий. И теперь то, что я и предупреждала, и предупреждала, что субсидии – это тимчасовая анестезия, это тимчасовый обман для того, чтобы потом по троху разными способами эти субсидии скасовывать, оставив непомерные тарифы на тепло, газ, электроэнергию, воду для всех людей непомерные по их заработным платам и пенсиям. Но то, что я хотела бы сейчас сказать, что на следующий неделю есть очень опасный закон для всех украинцев. Это закон про рынок электроэнергии. Что придумали сегодня наши владные люди – президент, премьер, большинство в парламенте? Они хотят идти так, как они действовали с украинским природным газом. Забрати у людей дешевый природный газ украинский и отдать дорогие импортованные. Сейчас они те же делают с электроэнергией. Они приняли на минулому сессийному неделю закон, который забирает у всех украинцев дешевую атомную электроэнергию, дешевую гидроэлектроэнергию. И практически отдают это посредникам для того, чтобы они продали вам это або за кордон в три дорога. И это безумовно приведет к повышению тарифов на электроэнергию. Поставить на место тарифы – это дело двух-трех недель и политической воли. Препинять черную приватизацию, которую они сейчас проводят на наступный недель. Например, они хотят приватизировать для своих всю спиртовую галузь государственной Украины. Все это безумовно есть штучные коррупционные вещи, которые можно заменить только изменой влады в Украине. Ну вот вы говорите, дело двух-трех недель, а у парламента остается до летних каникул только 20 рабочих пленарных дней. Вот реально ли вообще за это время решить те ключевые вопросы, о которых сейчас так спорят политики? И согласны ли вы всеми депутатами, например, Виктором Пинзенеком, которые говорят, что чем меньше такая Верховная Рада собирается, тем меньше ошибок депутаты превращают в законы? Я абсолютно четко вам говорю, чем меньше эта влада прийме законов, чем меньше эта влада прийме так званых в лапках реформ, тем меньше нам придется разгребать проблем, когда эта влада пьет в небуття, а скорее ответить в суды перед законом за то, что они с нами сделали за последние три года. И могу вам сказать, что если им вдастся пенсийная реформа, это означает новые поборы с пенсионерами, как сегодняшних, так и будущих пенсионеров. Если им вдастся реформа энергоринка, это будет означать, что у вас заберут дешевую атомную электроэнергию и начнут ее продавать вам уже, но через посредников или не экспорт. Если им сейчас вдастся, как они говорят, провести реформу с приватизацией, то мы, как народ, потеряем всю спиртовую галузь, все наши государственные монополии, которые есть стратегией для нашей страны основой. То есть, чем меньше мы даем возможность им работать, тем лучше и легче потом будет выводить страну с кризи. Спасибо. Юлия Тимошенко, лидер Батьковщины, отвечала на мои вопросы. Ну и так, что видим? Даже по ключевой реформе, которую правительство и коалиции обещают провести уже в году, пенсионной, в парламенте голоса собрать будет очень тяжело. Не поддержит ее, по крайней мере, в том виде, в котором обсуждают политики, еще и оппозиционный блок и десятки других депутатов, в том числе, наверняка, и в коалиции. Особенно мажоритарщики. Это те, кто непосредственно зависит ведь от настроения избирателей. Но и не проводить реформу невозможно. Вдумайтесь, пенсионеров у нас 12 миллионов человек. Пенсии самые низкие в Европе. Эту ситуацию точно надо менять, но вот как? Продолжит тему Елена Митясова. Работать всю жизнь, а выйдя на пенсию, стать нищим, отдавать все за коммуналку и собирать бутылки, чтобы купить хлеба, в таких реалиях живет большая часть украинских пенсионеров. И не имеет значения, у них десятки лет трудового стажа или ни одного рабочего дня. В Украине 12 миллионов пенсионеров, и большинство из них получает минимальную пенсию – 1300 гривен. Прожить на эти деньги – еще та задача. Поэтому для Раисы Зайдич каждый день – это борьба за выживание. Жить же не за что. Потому надо где-то искать дополнительные заработки. Приходится подрабатывать уборщицей, хотя за плечами у женщины и высшее образование, и стаж – 35 лет. Я бы не сказала, что мы много уборщиц получаем за наш труд. Едем мы с самой первой электричкой метро. И я хочу сказать, что в основном одни пенсионерки едут. На другую работу нас просто не возьмут. Уборщицы, консьержки, сторожа, посудомойки. Эту рабочую армию пополняют именно пенсионеры. Те, кому продавать нечего. Без хозяйства и огорода уже бы по миру пошла, говорит Любовь Викторовна. Женщина каждый день едет в столицу из Мироновки. Сто километров только в одну сторону. А цебульку все привезла по три гривни, чтобы продать. Картошка тоже все. 1400 пенсии. Как ее можно выжить? Не знаю. Заработанных денег еле хватает. Зачастую приходится выбирать или коммуналка, или лекарства. У Людмилы Семенида дела вроде бы обстоят получше. За 72 года стажа. И благодаря чернобыльской надбавке заработала хорошую пенсию. 4 тысячи ежемесячно. Но без субсидий выходят те же полторы тысячи. Все, что остается после коммунальных платежей. А дальше сплошная экономия. Я с утра иду по базарам, выискиваю, где бы дешевле купить. Где уцененка, где акции, где все. Это что? А подметки? Я ж ни почему не покупаю обуви? Это ж невозможно пойти купить за 2-3 тысячи. Но кто-то не получает даже положенного по закону. Легенда украинского телевидения. Оператор Анатолий Мартыненко. Именно его глазами мир увидел аварию на ЧАЭС. Он снимал горящий четвертый энергоблок. Благодарность получил войну с пенсионным фондом. Ведомство, несмотря на решения судов, отказывается выплачивать оператору чернобыльскую пенсию в полном объеме. У государства нет денег. Из положенных 11 тысяч Мартыненко получает только треть. Долг пенсионного фонда перед ним уже вырос до 100 тысяч гривен. Помочь инвалиду-пенсионеру не в силах даже госисполнители. Я выброшен государством на обочину дороги и предоставлен сам себе на выживание. Я даже, когда не хватало у меня на лечение деньги, мне стыдно и сейчас признаться. Я даже выходил перед супермаркетом и попрошайничал, просил денег. А все потому, что в пенсионном фонде огромная финансовая брешь. 142 миллиарда гривен. Подлатать ее должна пенсионная реформа. А для этого в правительстве хотят изменить саму систему. Как именно? Сколько будут получать украинские пенсионеры? Исчезнет ли уравниловка? И будет ли государство выплачивать обещанное? Привем сюжет. Давайте начнем обсуждение прямо сейчас, а потом продолжим. У нас в студии появился Андрей Рева, министр социальной политики Украины. И пенсионная реформа в том числе и ваша задача, Андрей Алексеевич. Согласитесь. Здравствуйте, спасибо, что пришли. А вы скажите, мы видели из первой части сюжета, что проблема действительно уже просто накипела для украинцев. Пенсионная реформа нужна. Это понимают в Кабмине. Но понимают ли это в парламенте? У вас есть четкое понимание того, что парламент проголосует хотя бы до конца этого года пенсионную реформу? Настроения там вы сами знаете какие? Конечно, сегодня выступал лидер политической фракции, партии. И вы видели, что она заявляла. Что реформа, если она, не дай бог, будет проведена, она приведет к тяжких и тяжких всяких наследствам, и что пенсионеров пограбуют. Может, каждый судит по себе, я не знаю. Хорошо. Как нужно провести реформу, чтобы не ограбить, а наоборот, о счастливых пенсионеров? Поговорим немного позже. Но все-таки вы допускаете вариант, что и в этом году Украина не увидит пенсионную реформу? Я, навіть, не допускаю такого варианта. Вы говорили, процитирую, что законопроект по пенсионной реформе будет внесен в ближайшее время. Думаю, мы будем готовы через несколько недель. Это ваши слова в интервью, опубликованном вчера. То есть, мая до конца ближайших двух пленарных недель законопроекта еще не будет. Почему вы так вырешили? Мы надеемся, что ближайшим временем этот законопроект будет в Верховной Раде. Он готов, он написан. И, как говорят, уже час настолько спрессованный, что мы не думаем, что это будет очень долго. Андрей Алексеевич, ну не получится, например, как с бюджетом, когда депутатам под новогоднюю елочку вносят в последний момент вариант законопроекта, а потом, грубо говоря, ломают через колено и голосуют до пяти утра? Я хочу вам сказать, что в этом году такого не было. В 2016-м. И наш уряд внес парламент в бюджет до 15 вересня. Парламент его взглянул в первом читании. До второго читания мы подготовили изменения. Все эти изменения были опрацованы бюджетным комитетом. Потом депутаты голосовали. Было решение парламенту. И бюджет было принято в чуткие ответственности с членом законодательства. Хорошо. Давайте теперь все-таки ближе к теме, ближе к самой пенсионной реформе. Моя коллега Елена Митясова анализировала и опыт наших соседей, и рассуждала, и спрашивала экспертов, какой же все-таки эта реформа должна быть самой максимально эффективной для нашей страны. Продолжим. Смотрите сюжет. Вот соседняя Беларусь. Пенсионеры там под надежной защитой государства. Они получают немного по европейским меркам, но все же больше, чем украинцы. В среднем 150 долларов в месяц. Взнос в фонд страхования 29% от зарплаты. Из них только 1% носит нанятый сотрудник. Остальное компания. Пенсионный возраст постепенно повышают. До 58 лет для женщин и 63 для мужчин. У других соседей поляков пенсионеры получают около 460 долларов. Взносы в пенсионный фонд 19,5%. Половину платит работодатель. Кстати, пенсионный возраст больше снизили. 60 лет для женщин и 65 для мужчин. А чем дальше на Запад в Европу, тем и пенсии выше. Плюс-минус 1000 евро. Сумма зависит преимущественно от размера реальной зарплаты, а не минимальной. А вот пенсионным раем считают Данию. Там пенсия это почти 3000 евро. Почему же в Украине самые низкие выплаты в Европе не дотягивают и до 50 евро? В ассоциации пенсионеров говорят, с низкими зарплатами, серыми и черными, не может быть больших пенсий. Даже повышение минималки вдвое не спасает ситуацию. В результате поднятя, двократное поднятя минимальной зарплаты, от этих 27% приросту, в абсолютной цифре, это где-то в районе 12 миллиардов, его будут зараз там распыхать между всеми населениями. Безнадежно отсталую украинскую пенсию чиновники планируют осовременить. Украинская пенсионная система сейчас несправедливая. А тот, кто проработал всю жизнь, и тот, кто не работал ни дня, получает одинаковую сумму. Другое дело каста высших чиновников. Прокурорам, судьями, народным избранникам платят в 10 раз больше. И платят бывшим слугам народно-исправно. Всю сумму, а не часть, как герою нашей первой части сюжета, оператору Анатолию Мартыненко. Но уже спецпенсии чиновников должны уйти в прошлое. Но чтобы вытащить украинских пенсионеров из финансовой дыры, нужна стабильная экономика, рабочие места и несколько источников наполнения пенсионного фонда. Как в европейских странах, когда человек, помимо отчислений зарплаты, может сам копить, откладывая другие фонды. Но для Украины накопительная система пока лишь проект. Ее невозможно вести, когда на первичном уровне существует дефицит. Поэтому пока украинские пенсионеры обеспечивают себя сами и сами создают накопительную систему, каждый себе индивидуально. К примеру, откладывают деньги на депозитный счет или под матрац, или идут работать. Кстати, работающим пенсионерам обещают восстановить пенсии в полном объеме. Ведь сейчас их и без того мизерную выплату урезают на 15%. Елена Митясова, Марьяна Бурякова, Владимир Самченко, Алексей Шматов. Подробности недели в телеканал Интер. И продолжаем разговор с министром социальной политики Украины Андрея Рева по-прежнему у нас в студии. Андрей Алексеевич, давайте все-таки, наверное, самого главного вопроса, который волнует сейчас наших зрителей. Если пенсионная реформа будет принята, как изменятся пенсии украинцев? Насколько? Это означает, что пенсии украинцев увеличатся. Причем увеличатся они достаточно существенно, выходя из тех возможностей, которые на сегодняшний день есть в Пенсионном фонде Украины. Тут в сюжете говорилось про подвышение минимальной заработной платы, но же мова шла не только про подвышение минимальной зарплаты. У нас увеличилась заработная плата в бюджетной сфере от 30 до 50%. Зросла заработная плата у нас на сегодняшний день в виробничной сфере достаточно существенно. И сегодня местные бюджеты, например, которые получают податок на доходы физических осіб, их выполнение бюджета по этому показнику, по сравнению с прошлым годом, взросло на 40%. Чтобы вы понимали, мы в 2016 году имели властных находжень пенсии на фонду 112 миллиардов, а в этом году от подвышения заплановлено порядка 142 миллиардов. Андрей Васильевич, давайте все-таки... А я закончу. Все одно единое еще скажу. А по факту мы будем иметь приблизительно 160-162 миллиардов. Хорошо. Как это разделится на всех пенсионеров Украины? Вот что сейчас они хотят от вас услышать. Вот проголосовали, приняли пенсионную реформу, и вы говорите, после принятия через месяц, два, три месяца ждите от нас в два раза больше, в три раза больше, на 50% больше. После принятия пенсионной реформы, мы надеемся, что это будет сделано уже на этой сессии, с 1 жевтня предотвращается осуществление пенсии в Украине. Это не значит, что всем поднимут на 100 или 200 гривен. Это означает, что каждой человек, который сегодня проживает на пенсии, будет перерахована пенсия, соответственно, до ее стажа и заработка. То есть, будет восстановлена диференциация в пенсии. Кто-то отримает 100, кто-то отримает 200, кто-то отримает 300, кто-то 400, 500, 600, а 1,5 миллиона граждан отримают добавку до пенсии от 1000 и больше гривен. Раньше осенью, раньше 1 октября пока ждать нечего. Ну, это про это заявил премьер-министр Украины. Очекается, что если Верховная Рада на этой сессии прийме закон, сессия заканчивается 15 липня, и там далее будет запущенный механизм, который с 1 жевтня позволит это сделать. Но не получится так, что будет это повышение 1 октября, а затем, вы знаете, как раз в 5 лет подумали пенсионеров, а снова потом забыли. Вот для этого нужна пенсионная реформа. Для того, чтобы этот процесс повышения пенсии был перманентным, постоянным. Не так, как есть деньги, делаем, нет денег, не делаем, або там додаем, там отнимаем. Нужно сделать так, чтобы каждого года пенсии сросли. И сросли сутки. Лена, моя коллега Митясова, закончила сюжет тем, о работающих пенсионерах. Вы можете сказать точно, что не будет больше работать в Украине, это грабительская практика, либо зарплата, либо пенсия? Ну, вы знаете, что я особо выступал за то, чтобы не всем скасовывать обмежения по пенсии, а тем, кто получает высокие пенсии, оставить это обмежение. Но принято политическое решение, про него заявил премьер-министр публично, что в разе принятия пенсионной реформы, и это закладено как норма в закон, обмежение по выплате працующим пенсионерам будет скасовано. То есть, с момента вступа в действие пенсионной реформы, вот этих 15%, которых сегодня не доплачивают працующим пенсионерам, они будут получать пенсию в полном обществе. В тех политических силах, которые не собираются голосовать за пенсионную реформу, звучат мысли о том, что это закончится новыми выборами для бизнеса. Предпринимателям, скажите, и вправду придется больше платить? А что значит платить больше? У нас же сегодня у нас установлена ставка единая ЕСВ 22%. Переглядать эту ставку для работодавцев мы не будем. До речи, когда вы показывали сюжеты про пенсии в Беларуси, вы обратили внимание, какая там ставка ЕСВ? 28% платят предпринимцы, и 1% платит сам прационник. В тот момент, когда у нас в Украине единая ставка 22%. Она не вырастет, дополнительная нагрузка будет? Нет. Это принциповая позиция уряда. До речи, в прошлом году, когда ставку снизили на 40%, были рунали пропозиции, давайте мы снова вернем ставку старую. Было принциповое решение уряда, и оно является неизменным. Мы не будем инициировать повышение ставки единого социального внеска с 22%. Виключением будет только пильговые категории список 1 и список 2. У нас есть договоренность с работодавцами и профспілками, она письмова, что работодавцы, где люди работают в шкодных условиях, чтобы стимулировать работодавцев, полепшировать условия работы за каждое работодавство, там, где список 1, ставка будет увеличена на 15%, там, где список 2, на 7%. На 7 всего. И это очень правильно. До речи, это будет механизм компенсации достроковых пенсий для людей, которые работают и для выполненных работ. Андрей Алексеевич, параллельно с повышением пенсии, необходимо все-таки говорить о повышении минимальной заработной платы. В правительстве уже говорили месяц назад, кажется, о том, что этот уровень может быть поднят до 5000 гривен. Когда ждать украинцам такого повышения? Я очень хотел бы, чтобы у нас была минимальная заработная плата в 5000 гривен. Но на сегодняшний день мы в прошлом году приняли стратегическое решение. Мы в жевтнем месяце переглянули вартость набора продуктовых промышленных товаров, работ и послуг, которые включаются в понятие про шутковый минимум. И, выходя из этого размера, 3200 гривен, была установлена минимальная заработная плата. Мы вважаем, что при перерахунке на 2018 рік, оця вартость на меже, если у нас росте, то минимальная заработная плата должна отвечать этому размеру. Я надеюсь, что после того, как будет обговорена и бюджетная резолюция, и будут проведены соответствующие рассчитывания, мы будем, как Министерство социальной политики, обстоятельствовать эту позицию. Но теоретически в 2018 украинцы могут дождаться минималки в 5000 гривен. Ну что ж, придется тогда, видно, терпеть украинцам еще, надеюсь, недолго. Андрей Ревин, министр социальной политики, был гостем подробностей недели. Вам спасибо, мы продолжим. Что скажу? Что тяжелые времена настали не только для простых украинцев, но и для миллионеров. Может, хоть это вас успокоит. В Украине сокращается количество толстосумов, по крайней мере, официальных. По данным фискальной службы, богачей стало меньше на целую четверть. В 2015 году в нашей стране было свыше 4,5 тысяч миллионеров, теперь 3 тысячи. Кто знает, возможно, уже скоро количество граждан, которые будут претендовать на субсидию, еще больше увеличится. Но, возможно, миллионеры у нас теперь будут расти, как грибы после дождя. Потому что еще одна реформа, которую по плану нужно провести в этом году, земельная. Уникальные украинские черноземы могут выйти на открытый рынок земли. Кто на этом заработает и кто от этого проиграет? От ответов на эти вопросы будет зависеть судьба и миллионов украинцев, которые владеют землей, но не могут ею распоряжаться, и десятков украинских политиков, которым предстоит выбрать. Поддержать мораторий на торговлю землей или все-таки снять его, поставив точку во всех спорах. Аргументы за и против в нашем материале. В 2002-м мораторий на торговлю землей принимали как временную меру на старте земельной реформы. Но оказалось, нет ничего более постоянного. Осенью прошлого года запрет продлили в восьмой раз до начала 2018-го. К тому времени рынок земли Украина все же должна открыть, согласно меморандуму СМВФ. В Украине 42 миллиона гектаров сельхоземель, 10 миллионов из них в руках государства, а 30 – частная собственность крестьян. Но полноценно распоряжаться ею они не могут, а только сдавать в аренду. Когда рынок земли откроют, ее можно будет свободно покупать и продавать. Но за 15 лет действия моратория «Земельный вопрос в Украине» из экономического давно превратился в политический. Итак, аргументы за снятие моратория. Украина – единственная страна Европы, где действует запрет на продажу угодий. Его сняли даже в соседних России и Белоруссии. Эксперты говорят, отмена запрета запустит рынок. Цены на землю вырастут до европейских. В Украину пойдут инвестиции и повысится эффективность сельского хозяйства. Но противники парируют. Сейчас не время для снятия моратория. В условиях экономического кризиса иностранцы скупят все и уничтожат малое хозяйство. Кроме того, на рынке начнутся спекуляции. У бедных крестьян на дело будут покупать за копейки, а продавать в несколько раз дороже. И в результате простой украинец будет в проигрыше. Хотя премьер уже заявил, ни сантиметра земли иностранцам. Мол, Кадмин настаивает, чтобы покупать и продавать землю могли только граждане Украины, физические лица. И то не более 200 гектаров. Но это пока только один из вариантов. Ведь в парламенте лежат целых семь земельных законопроектов. Итак, быть рынку земли или не быть? Обсудим это с теми, от кого и зависит ответ на этот вопрос. Народные депутаты, сразу трех политических сил у нас в студии. Алексей Мушак, блок Петра Порошенко. Надо сказать, что именно вы, Алексей, на сегодня один из главных лоббистов отмены моратория на торговле землей. Приветствую вас. Юрий Левченко, представитель партии «Свобода», партия, которая громче других выступает против отмены моратория. Правильно, Юрий? И Татьяна Острикова у нас из «Самопомощи». Приветствую вас, Татьяна, спасибо, что пришли. И с вас, Татьяна, давайте и начнем. Если позиция Алексея и БПП четкая и понятна, свободы тоже, то что с «Самопомощью»? Есть ли условия, при которых ваша партия может добавить коалиции, ваша фракция, недостающие голоса при голосовании столь важным? Я бы не называла это умовами, но я бы называла это перед умовами для открытия рынка земли. Мы за 25 лет увидели, что мораторий – это шлях в никуда. Мораторий – это шлях до бедности, и мораторий – это шлях до тюньевой экономики. Деколька примеров. Бабца в Запорожьей области сдаёт свой земельный пай в оренду 8 гектаров за 7000 грн. в год. 580 грн. в месяц. Как раб. Это все в черну, это все без укладения договора о ренде земли. Другой пример – государственная земля. Вы знаете, что сегодня есть не обликованные государственные земли, юридичными, точнее, фактическими властниками которых, на самом деле, распорядниками, есть глава районной администрации, глава ради, прокурор, милиционер. Они фактически в черну сдают эти земли фермерам и агрохолдингам за готовку. И это их тюньевой бизнес. Ну, такая серая схема, всё равно работают. И это все есть наслитком того, что действует мораторий. Но в каждой реформе должна быть целевая аудитория, на которую она нацелена. И самопомощь вважает, что целевая аудитория земельной реформи должны быть маленькие и средние фермеры и их семьи, а также властники паев. Если тот законопроект, который презентует уряд, будет направлен на то, чтобы обеспечить фермерам возможность, в первую очередь, тем людям, которые работают на земле, купить землю не агрохолдингам, не иноземным инвесторам, а именно людям, которые работают на земле. То самопомощь будет такие инициативы поддерживать. Но в первую очередь, что должен сделать уряд? Не представить нам какой-то небольшой законопроект. Уряд должен презентовать целесную, покроковую модель, в том числе финансовую модель, поэтапного открытия рынка земли. И это не может происходить одномоментно. Открытие рынка земли завтра – это полностью безответственный подход. Потому что на сегодняшний день грошевые деньги есть в невеликой купе людей. И мы просто повторим тот опыт, который мы с вами прошли в 90-е годы, когда мы с вами продали приватные сертификаты, свои просто все предприятия. Вы сами верите, что в этом году удастся отменить мораторий? Какие вот сроки вы бы поставили? Я хочу сказать, что мы в этом Росе близки к земельной реформе так, как никогда. На самом деле. Земельная реформа, она уже 26 лет уже происходит. Первый крок еще Рада Радянского Союза сделала, Украинская и Радянская Социалистичная Республика. Они тогда были более продвинутые и более ответственные, мне кажется, чем Рады, которые были после, сказали, что на самом деле земель должна быть властностью. Это раз. Другой должна быть рынковыми отношениями. И, на жаль, после этого великого крока Верховная Рада, по сути, с этими попередними сликами, так и не смогла сделать дополнительные кроки. И эта Рада, на самом деле, мне кажется, досугой. Но, похоже, вы его там году не особо надеетесь на Верховную Раду. Через Конституционный суд, скорее всего, будет отменивать. Я, как разом и 55 народных депутатов Украины, мы подали звернень. Мы не подстраховалися. Дивите, на самом деле, когда мы говорим про рынок земли, про вещи, о которых мы тут дискутуем, мы же дискутуем не про свою властность. Мы дискутуем про чужую властность. И мы говорим, что можно селенину продавать, что не можно ему продавать. На самом деле, это не с правой Верховной Ради заборонить украинцев вільно распоряжаться своей землею. Именно поэтому, мне кажется, что, и моим коллегам, и это подтверждение экспертов, что мораторий – это ограничение конституционных прав и свободы граждан Украины. А самое 41-е, в основном, там 8 статей порушения, а в основном 41-е статья Украины, потому что каждый граждан Украины имеет право вільно распоряжаться своей властностью. А как раз украинец, избавленный право вільно распоряжаться своей властностью. Давайте теперь спросим человека, который против и не согласен с вами. Юрий, смотрите, Алексей только что вспомнил, что право фактически украинцев распоряжаться своей землей, это брали большевики около ста лет назад. Вот теперь получается, что националисты выступают за мораторий. Мне кажется, это странным. Ну, по-перше, националисты выступают не за мораторий, мы выступаем за заборону тогивли землею сельского сподорского перезначения. Есть, в основном, наш законопоекция, где четко прописано, как эта заборна должна происходить. И мы говорим про то, что люди, которые получили в законный способ пай, имеют право этот пай продать, но державе продать, державные институции. Поэтому, в определенный момент, что мы не за вечной мораторией, где, знаете, все висит в сирии зоне, и по той вещи, как только что паня Острикова говорила, я хотел бы значить, что те вещи, которые говорили паня Острикова, это вопрос не мораторию, это вопрос коррупции. Если бы у нас бы антикоррупции... Наслідок мораторию. Наслідок мораторию. Я думаю, это наслідок того, что у нас не работают прокуратура, полиция, порядковые органы не работают. И потому, что у нас такие головы в райдер-инвестрации. Если же, когда в Украине будет визжена коррупция, то земляне будут продаваться еще лет сто, наверное. У нас, на самом деле, если ничего не делать, а говорить только про вещи навколо коррупции, это навколо, а не працювать против коррупции, у нас в Киеве ничего никогда не изменится. Все будет, как всегда, включно с этим так называемым рынком земли. Потому что, если рынок земли вводите в сегодняшней Украине, наслідок этого будет то, что сутро через экономические вопросы, потому что у нас сегодня дикая рынковая экономика, у нас не рынковая, у нас дикий рынок, просто скуплять 5-6 родин, переважно большей земли. И тому, власне качу, мы выступаем против взагалі трогивлі земно-связково-спродавского призначения. Земля связково-спродавского призначения – это стратегический ресурс украинской нации. Всей украинской нации. За рахунок земли связково-спродавского призначения, правильного его використания в контексте всей экономики, не только в плане выращивания сближья, а в плане машинного будинства, в плане виробництва добрых и так далее, можно подняти взагалі украинскую экономику на найвищий рівень на планете, якби было бажання держави цим займатися. А не віддавати цей стратегічний ресурс, як, наприклад, віддали энергогенерующий підприємство, в приватні руки. Оце б тотально магичне. Ну, раз уж вы заговорили о ценах, не уверен, что должно их назначать государство все-таки генерировать. Ну, давайте, я подготовил немного цифр. Это выключено щодо тех панів, які можно поддавати державе. Несколько цифр у меня есть для вас. Вот смотрите, по прогнозам экспертов, стоимость угодий в Украине составит от 1000 до 7000 долларов за гектар. В зависимости от состояния земли и места, где она находится. Это по европейским меркам действительно совсем немного. Тем более, если учесть, что три четверти украинских угодий это черноземы. Для сравнения, сейчас самая дешевая земля в Болгарии. В среднем около 4500 долларов за гектар. Немногим дороже в Эстонии и Румынии. В соседней Польше гектар стоит около 8000 долларов. Самая дорогая земля в Западной Европе. К примеру, в Испании цена гектара 16 тысяч. В два раза выше Великобритании. А вот в Нидерландах и Швейцарии вообще больше 60 тысяч долларов. Ну и кто из вас сейчас, и кто из вас сейчас уверенно скажет, что украинцы, которые получают 1300 гривен пенсии, кому-то повезло, он получает 3200 минимальной зарплаты, откажется хотя бы от 4000 долларов и будет выступать за продолжение моратория. В том-те питание, что не от 4000 долларов. В том-те питание, что если сейчас запровадить, а вообще запровадить в сегодняшней Украине, сегодняшним политическим станом страны и социальных отношений, рынок сельско-господарской земли, то единая логика, про которую говорит пан Мушак, когда говорит, что людям дать возможность пройти свою землю, то люди продадут свою землю за копейки. И знаете, это как... Знаете, это какое-то сравнение для меня. Хорошо, Алексей, ну вот... Можно, Алексей, было 10 секунд. Это так же, когда люди на выборах продают свой голос. Люди отримают одноразово 200, 300, 400 гривен. Так, они имеют одноразовую выгоду и очень с этого поведут тишутся. Только через несколько месяцев, то, когда они выбрали с таким голосованием, продается все вокруг них. Понятно. Алексей, вот вы не согласитесь... А вы скажите, а что-то власть предпринимает для того, чтобы у людей попросту под домом пистолета не отбирали эту землю, а реально заработал не серый, не черный механизм рынок, а прозрачный? Перед за все, рынок уже существует, насправді. Вот, когда мы говорим, что... Незаконный... Ничего, это в рамках чинового законодавства, насправді, 49 років оренда, а у бабуси на 49 років оренда это, по сути, и выкуп. Это раз. Друге, значит, когда мы говорим про цену, так, давайте, по 800 долларов купуется украинская земля. По 800. В открытке рынка, как минимум, 1,5-2 тысячи долларов будет. З ростом. Это два. Третя. Насправді, не требует вважать, что все украинцы продадут землю. Но это иллюзия, насправді. Это иллюзия. На лучшем случае, первый год это 10% будет. Вот, давайте же подивимось. На самом деле, люди имеют и машины, и телефоны, и телевизор, и все інши. И они же не продают это не по рынковой цене. Они же не сдают это. Они же, насправді, чітко знают ціну, яка есть. Дивите, самое что основное, что открытение рынка земли, это также заложение денег. И селянин, при открытии рынка земли, может под свою землю, под заставу, заложить деньги, под дешевый кредит, и развивать своё господарство. Бо нараза, он это не может делать, потому что у него нет бейговых денег. Это же так, как построена экономика всех продвинутых стран. И, понимаете, когда мы говорим, что украинская земля сейчас сейчас лучшая земля в мире, почему она должна меньше стоить? Ну, почему? Это же несправедливость. И еще один важливый момент. Хотя бы потому, что у народа нет денег, чтобы её купить так, когда стоять в Европе. Это не правда. Это не правда. Украинцев, пане Юрю, я вас не перебиваю. Украинцев, украинцев на руках находятся от 40 до 90 миллиардов долларов. Ранее были банки и нерухомость, куда вкладывать, а сейчас это никуда не вкладывать. И все тримают под подушками. И еще самое основное, насправді, украинец может... Пане Юрю, я же вас не перебиваю. Пане Юрю, я же вас не перебиваю. Пане Юрю, я же вас не перебиваю. Я же вас выслухал, для того, чтобы дать далее свою аргументацию. Самое основное, насправді, украинец может землю купить вивно, без будь-яких обмежений. В Великобритании, Канаде, Испании, и самая. Но почему он не может это сделать в своей державе? Почему? И на земле держава выдают больше? Представляете процент и уровень состояния тех украинцев, которые покупают себе землю в Испании и в других странах, которые вы перечислили. А тут вопрос этого. Тут вопрос, насправді, чтобы сейчас Россия нас далее колонизировала через скупку нашей земли. Это для нас в умовах винии вопрос национальной безопасности. Потому что Россия завтра сховается за кипрской фирмой, если вы говорите про иностранство иностранцев покупать в Украине. Я хочу сказать, найважливее, уряд має презентовать модель, чуткую модель покрокового открытия рынка. И там мають бути прописаны відповідні речі. Иностранцам, в умовах того, что у нас война с Россией и Россия нас 25 лет и до того деколька столетий колонизирует экономично через энергетику. Мы не можем зараз дать Россию, ховаючись за Кипроми, офшорами и китайскими фондами, скуповывать нашу сельгосп землю. Найголовное, что має быть чутка модель. Еї немає. В суспільстве немає дискуссии. И немає дискуссии, никто не ведет с фермерами. Дискутировать в студії народним депутатам це не вихід. Треба слухати цільву аудиторію. Найбільше, наскільки взрывоопасна эта тема. Вот, Юрий, вопрос вам. Если в парламенті, ну, вряд ли найдуть голоса за голоса, сколько нужно, чтобы 300? Это конституционна большинство? 226. Ну, мне кажется, и 226. Будет очень сложно под эту реформу найти. Если сработает запасной вариант и проведут это решение через Конституционний суд, не грозит ли это, ну, массовыми волнениями, взрывом народного негодования. Кто-то об этом думает, или нет? Если это случится, то я сподіваюся, что будет массовое хвилювание, и я сподіваюся, что украинская нация поднимется. Я абсолютно уверен в том, что попытка создать в Украине рынок сельско-господарской земли, это шлях до выбирания последнего стратегического ресурса, который может, не сейчас контролировать, а может, когда-то при нормальной владе контролировать украинскую нацию, а не несколько олигархических родин. Потому что, когда Алексей згадывал про то, что 49 лет это фактически аренда 49 лет это фактически властность, есть только одна велика разница. Эту договору можно разорвать довольно легко, были бы немало суды честные. А приватную властность, а выбрать приватную властность можно исключительно актом Виховной Ради в контексте национализации, что фактически нереально. И вот тут Великас Ласакавич величезная разница. И мой вопрос все-таки и к вам. Вы не боитесь социального напряжения? Не стоит ли обсудить этот вопрос более детально с общества? Мне кажется, мы 26 лет все обговорюем, а сейчас ваша передача также обговорена. Украинская история знала габытость. Знаете, как 26 лет этот вопрос обсуждался? В Украине есть набор сакральных тем. Когда нужно прикрыть какую-то большую проблему, скажем так, выносится закон о языке, бросается общество, закон о рынке земли, бросался общество, на это спускался пар и больше об этом не говорили. Друзья, очень коротко про социальные повстания, все інше. Украинская история знала много повстаний. Но никогда они не были против властности на землю. Они всегда за землю были. На самом деле Украина всегда хотела иметь свою землю. Поэтому, удивно, если мы даем ему право свободно распоряжаться, право свободно распоряжаться, то это, секундочку, Юрій, вы хотите меня перебить. Ну, это же неправильно. Ну, я же слушаю вас до конца. Так вот, если мы даем Украинцу право свободно распоряжаться, так это же его наоборот как бы делать сильнее. Потому что сейчас он не имеет этого права. И теперь с привода того как бы про сакральные речи. Я хочу нагадать, что 10 лет назад у нас сакральной речью была труба. Вот газопроводная труба, яка, серьезные видания, политические лидеры сказали, что она 100 миллиардов долларов, и весь свят хочет их забраться соби. И Россия, и Европа, все иное. Прошло 10 лет. Сейчас национальная труба никому не нужна. Побудовали нереальную количество других альтернативных газопроводов. Если сейчас за 10 миллиардов кто-то эту трубу кубит, то украинцы будут счастливы. На самом деле сейчас мы приходим лекционным шляхом до того, что что-то нужно какой-то залучать. А землю побудовать можно? Друзья, понятно только одно. Послушайте, понятно только одно. Спорить вам по вопросу земли и спорить еще очень долго. Но продолжите вы это делать не сейчас, а как минимум в стенах Верховной Рады уже с понедельника. Мы с вами продолжим, но через несколько минут, уважаемые зрители. Что дальше Украина рассчитывает получить от Евросоюза обсудим после без виза. Может быть перспективу членства? Спросим об этом лично у министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Вообще у нас впереди еще очень много интересных тем, которые я постараюсь вместить во втором часе подробностей недели. Дождитесь. Мы возвращаемся в прямой эфир. Вы смотрите подробности недели. Двое погибших и шесть раненых. Это трагический результат столкновений за последние сутки в зоне АТО. Сегодня, как и всю неделю, боевики не прекращают обстрелы. Они накрывают огнем и позиции военных, и мирные кварталы. Стреляют даже из градов. Всю неделю в больницу Мечникова в Днепре везли раненых бойцов и многих в тяжелом состоянии. А наиболее агрессивно террористы атаковали во вторник, 9 мая, День Победы. А ситуация на фронте. Руслан Смещук. Проливные дожди, грязь и бездорожье. Дороги фронтового Донбасса сейчас почти непроходимы для техники. При этом по всей линии разграничения обострения, пик которого пришелся на 9 мая. Выжженная градами боевиков Луганская степь хрустит как снег в морозную погоду. Везде свежие воронки от снарядов. На позициях под Попасной в День Победы было жарко. Давно не было противник не застосовывал градов. Всем это связано на разе не можем прокомментировать. Боевики накрывали огнем даже мирных жителей. Под прицелом была сама Попасная. Сюда в дерево как раз сарай пошел сюда окна поубывало. Пацаны копали как картошку. Вот это. Это рядом. Вот. Есть у нас маркировки которые приходили ближе снимайте. А это уже позиции под Верхнеторецким левый фланг Авгеевского плацдарма. По армейским позициям работала целая минометная батарея. Минометки 120 зараза один пристрелочный и через буквально 5 минут 6 залпов одночасно. Били боевики из Градов. 9538 партизан. Град. Град один. Это перед 9 мая нас поздравляют. Неспокойно было и на Авдеевском направлении. Особенно в промзоне. Звучит думали, что все перебежали в атаку. Но, как все хлопцы перед Кокажу, выявилось, что просто устроили огневый налет. отмечали день перемоги на той стороне. Потому что сначала мы начали наблюдать, как непонятные одиночные дела начинают рухаться с одной стороны в другую. Один до одного на пусты до своих то есть видно, что до блиндажа подходят. А всего в нескольких километрах в Авдеевке украинские военные поздравляли ветеранов с праздником. Во фронтовом городе их осталось всего 15. Они опять живут под обстрелами и взрывами. Это военный силы Украины. Это другая бригада. Наказ такой, чтобы до одиницы двойной ноликов прожили. Это наказ. А тут надо наказ военный. четко выполнять. Еще хуже тем, кто живет прямо на передовой. Пески самый разрушенный войной населенный пункт на Донбассе. В некогда многолюдном поселке осталось всего 12 человек. Это те, кому некуда и не к кому бежать. Все старики. Ты меня хорошо иди. Иди. Меня никто не заберет. Баба Соня одна из этих 12 и ухаживает за своим лежачим сыном и брошенными собаками. Никто меня не защитит, нигде ничего. А куда идти? Не знаю. Хозяйство побитое. Все. И корова, и бык был. Бабушке Соне, как и остальным оставшимся, помогают военные. Продовольствие, иногда некоторые лекарства и медикаменты. Без этого старикам пришлось бы совсем туго. Связь с внешним миром тут нерегулярная. Гражданские живут, как на острове, вокруг которого война. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности Впрочем, о настоящей войне на Донбассе говорят не так уж и много. Зато дискуссии и разбор полетов по 9 мая продолжаются уже четвертый день. По итогам празднований полиция отчиталась о 19 уголовных производствах. Задержаны десятки людей. Самые жесточенные столкновения произошли в Киеве и Днепре. В столице все началось возле офиса одной из националистических организаций. Националисты забросали яйцами, краской и даже дымовыми шашками тех, кто праздновал 9 мая. Правоохранители окружили здания и ворвались внутрь. Позже Аваков объяснил, что таким образом полицейские пытались упредить выстрелы. Мол, увидели в окне одного из националистов с гранатометом в руках. В итоге в этот день в Киеве задержали 25 человек. А вот в Днепре события развивались по еще более жесткому сценарию. Людям, которые пришли возложить цветы к вечному огню, дорогу преградили активисты в другом районе города произошла еще одна потасовка, но уже между полицейскими и молодыми парнями, которые отказались показывать, что несут в рюкзаках. В ход пошли дубинки. В итоге пострадали шестеро полицейских, задержаны 15 человек. На следующий день министр внутренних дел уволил начальников областного и городского управления полиции и их замов. А в нацполиции создали комиссию, которая должна расследовать обстоятельства стычек. Ну, как ни странно, 9 мая будет продолжаться еще и на следующей неделе. По крайней мере, депутаты уже от нескольких фракций собираются обсудить в Верховной Раде стычки в этот день и поведение полицейских. Серьезнее всего настроены в Народном фронте. Там уже и законопроект соответствующий подготовили. Мол, если не отменить выходной на 9 мая, то подобного бардака не избежать. Правда, голосов за это решение в парламенте нет. И как бы не получилось так, что поиск голосов за отмену этого праздника закончится точно такими же драками, но в Раде. Драками, я имею в виду, какие были на улицах. Ну, похоже, придется вмешаться в эту ситуацию и западным дипломатам. Сегодня лидер оппозиционного блока Юрий Бойко обратился к представителям США и стран Евросоюза с призывом повлиять на официальный Киев для того, чтобы расследование скандальных событий вокруг празднования 9 мая было результативным. Политик добавил, что преступные действия радикала должны стать предметом особого внимания международного сообщества. И еще одно обращение от оппозиционного блока к генпрокуратуре. В партии требуют немедленно вмешаться в расследование избиения главы Черновицкой областной организации ОПО-блока Руслана Тулика. Оппозиционеры утверждают, что полиция не просто саботирует расследование, но еще и готовится к обыску дома у пострадавшего, якобы, чтобы подбросить что-нибудь незаконное и таким образом создать повод для уголовного преследования самого Руслана Тулика. Напомню, на него напали два дня назад Тулик был госпитализирован. В оппозиционном блоке случившееся связывают с празднованием как раз 9 мая. Заметьте, после событий 9 мая в Днепре полиция демонстрирует такую активность, что ее можно рассматривать чуть ли не как идеальный пример. Всего лишь несколько дней, а уже столько публичных заявлений на всех уровнях, отставки, задержания. А вот, например, расследование перестрелки в Княжичах, в которой погибли пять полицейских, проходит совсем иначе. Полгода после трагедии и не то, что ни одного задержанного, нет даже внятного объяснения от Арсена Авакова и главы нацполиции, кто конкретно виноват в том, что произошло. Подобная история и с расследованием громкого убийства Павла Шеремета. Следствие не удосужилось допростить даже ключевых свидетелей. На этой неделе журналисты проекта «Следствие.Инфо» показали собственный фильм расследования «Убийство Павла». В нем они проанализировали события ночи перед убийством журналиста и продвинулись намного дальше, чем следствие. По крайней мере, выяснили, что свидетелей того, как машину Шеремета минировали, было намного больше, чем утверждают в полиции. Это и таксист, который оказался на перекрестке под домом Шеремета как раз тогда, когда убийцы уходили, и еще как минимум пять человек, в том числе и бывший сотрудник СБУ, то ли отправленный в отставку еще в 2014 году, то ли просто уволенный задним числом. Всех этих людей полицейские не только не допрашивали, но даже не искали. Хотя найти их было бы легко, если бы полицейские выполнили свою прямую работу, то есть проверили все записи с камер наблюдения в районе, где жил и был убит Павел Шеремет. Проблемы с расследованиями продолжаются и у НАБУ. Сегодня в Киеве решали судьбу Николая Мартыненко, бывшего депутата от Народного фронта, которого обвиняют в растрате государственных денег. Его отпустили на поруки народных депутатов. По мнению прокуроров САП, это решение слишком мягкое. Они подали апелляцию с просьбой взять Мартыненко под арест. Что решил суд и как проходило слушание, расскажет Александр Васильченко. В апелляционном суде столицы с самого утра усилен режим охраны. Перед входом несколько десятков активистов. Говорят, ждут народных депутатов, которые должны прийти на заседание по делу Николая Мартыненко. Вместо красной дорожки избранникам решили сделать монетную. И народные депутаты на слушание таки пришли. Более десяти. Само заседание началось с получасовой задержкой. Сперва прокуроры САП оглашают суть своей апелляции. Требуют отменить решение суда первой инстанции, а также взять Мартыненко под стражу с возможностью внесения залогов в 300 миллионов гривен. Аргументируют тем, что якобы обвиняемый нарушил обязательства, когда несколько дней назад дал интервью журналисту. Кроме того, прокуроры считают, что нардепы, которые взяли Мартыненко на поруки, не ознакомились с материалами дела во время заседания, оскорбляли и давили на судью. Все эти обставины, в условии поручителей, в условии которые выгонялись из зала, в условии захисника, на мою думку, не позволили дотриматься принципу независимости, безсторонности судовой системы, судовой влады в данном случае. И вынесение такого решения. Адвокаты все обвинения называют необоснованными. Сам Николай Мартыненко утверждает, что покидать страну не собирается и готов сотрудничать со следствием. Дело против себя называет политическим. Это дело сфабрировано политически. Мы, как всегда, вошли в свою парадигму. Она заключается в следующем. Взять человека невинно, когда они политически следуют, кинуть за грати, потом на этом попиариться и готовиться к выборам политических. На самом деле НАБУ политизована организация, на превеликий жаль. Что мы сегодня видим? На входе стоит партия Саакашвили. Друг Саакашвили у глава керует реально НАБУ. Ситник не существует, он у них не под танцовцем. По мне идет фабрикация справа под несколько номерами. Один из номеров мы сейчас слушаем в апелляционном суде. Я пройду все этапы. Я доведу, что я невинный. Выслушали судей народных депутатов, после чего отправились в совещательную комнату. Думали недолго, спустя всего 10 минут объявили решение отказ в апелляции. Был очень удивлен с местом апелляционной скарги, потому что в ней было все, что угодно, кроме того, что требует действующего законодательства Украины. Выбачьте, когда пишет операционная скарга почти на одном арку шиппаперу, то ожидать каких-то обгрунтованных подставок для скасования решения суду, вы понимаете, не доводится. Если это его решение, мы его принимаем, сколько мы не можем его скарживать. Наши подальше кроки, я могу быстрее расследовать справу и спрямовать ее к суду. Александра Васильченко, Евгений Каминский. Подробности недели. Телеканал Интер. Обозревают в совершении ДТП. Сегодня утром Андрей Коболев на служебном автомобиле представительского класса протаранил джип. Об этом говорится в интернет-издании «Обозреватель». По словам очевидцев, Коболев возле офиса «Нафтогаза» разворачивался в неположенном месте и врезался во внедорожник, после чего скоропостижно убежал. А его охрана, видимо, чтобы заместить следы, начала снимать номера с автомобиля. Также в «Обозревателе» уверяют, в полиции ДТП не зарегистрировали. Теперь о большой политике и о месте в ней Украины. Две знаковые встречи и обе за закрытыми дверями. На этой неделе Дональд Трамп в один день встретился с главным российским дипломатом Сергеем Лавровым, а потом с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным. Эти переговоры фактически накануне встречи «Большой Семерки» вызвали шквал обсуждений и в России, и в Украине. А вот что говорят в Америке? На чьей стороне остается Трамп? Дмитрий Анопченко выяснял. В последние несколько дней газеты словно соревнуются в остроумии. Кто заголовок придумает ярче? И все по поводу визита в Вашингтон Сергея Лаврова. Победная пляска в овальном кабинете шутит политику. Странная встреча в неподходящий момент пишет Нью-Йорк Таймс. Переговоры Трампа и Лаврова вызвали бурю эмоций и предположений. Для американской службы протокола это был стандартный визит. Около 7 утра прессу собрали в самом сердце госдепа в комнате договоров. Сонным операторам неспешно поясняют вот на полу наклейка США здесь госсекретарь стоять будет вот надпись Россия на эту точку выйдет его визави. Встреча началась минута в минуту протокольное рукопожатие и столь же протокольные фразы. После полутора часов переговоров кортеж российского министра выезжает в Белый дом на закрытую встречу с Трампом. Эти снимки единственное, что вышло за пределы овального кабинета. Такая секретность мгновенно вызвала волну критики. Мол, значит, было что скрывать. А политические эксперты возмущены другим. Дескать, не стоило звать Лаврова в Белый дом, пока штаты окончательно не сформулировали свою позицию по России. Его недостаток знаний и отсутствие четкой политики, помноженная на неспособность четко артикулировать свои взгляды на мир, философию и план действий. Все это разрушает и его самого и страну. Понимая, что упреков будет много, особенно на фоне скандала о возможных связях с Россией, Белый дом, похоже, решил продемонстрировать баланс. В тот же день и Майк Пенс и сам Дональд Трамп принимают в Белом доме министра иностранных дел Украины. Посол Валерий Чалый, который тоже был участником этих встреч, говорит, разговор с Климкиным можно воспринимать как сигнал. Я могу точно вас запевнити, что сигнал был для Украины. И то, что это может вспомнить в часе, я не вижу тут вплива визита представителей России, но то, что была возможность дать им какие-то меседжи, четко США, чтобы в них не было иллюзий, что эта администрация, в моей жизни администрация президента Трампа изменит позицию, то это очень хорошо, что это произошло. Эти встречи проходили в день отставки главы ФБР. Увольнение Джеймса Коми, человека, который в последнее время курировал расследование возможного вмешательства России в американские выборы. Белый дом уже в третий раз меняет объяснение, почему президент прислал ему черную метку. Вот это письмо с информацией об отставке и с пожеланием больших успехов. Самая распространенная версия, Коми заранее отказался сообщить, что скажет на предстоящих сенатских слушаниях по России. Сам он пока хранит молчание, а его коллеги боятся, что ФБР теперь изменится. То, что всегда отличало бюро от других силовых структур, неполитизированность, и это всех беспокоит, ведь если ФБР втянут в политику, для страны это будет ужасно. Противников Трампа в конгрессе отставка Коми только раззадорила, а встреча с Лавровым дала еще один повод упрекать симпатиях к России. В Комитете по разведке уже заявили, расследование о возможных связях команды Трампа с Москвой будет продолжено, а политические эксперты идут еще дальше. Вопрос только, как далеко все зайдет? Затронет ли лично президента или только его окружение? Ведь что сделало Уотергейт возможным? Тот скандал закончился импичментом, когда доказали, что президент лично был вовлечен. И для демократов это, похоже, игра в долгую. А вот сам Дональд Трамп играет совсем в другую игру. Причем по правилам, которые он и устанавливает, и в любую минуту меняет сам. Из Вашингтона Дмитрий Анопшенко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Ну и как вы уже заметили, сюжет вместе с нами смотрел и Павел Климкин, министр иностранных дел Украины у нас в студии. Спасибо, Павел, что пришли. Добрый вечер. Спасибо за запрошение. Спасибо. С вами теперь обсудим, чего ждать от Соединенных Штатов, вот когда наконец-то вроде бы удалось наладить прямой контакт с Дональдом Трампом, но он сам оказался под новым шквалом критики. Начну с вопроса, который сейчас больше всего, наверное, волнует соцсети. Что дальше, когда состоится встреча украинского президента с Дональдом Трампом? Я правильно предположу, что уже скоро? Мы на сегодня говорим с американской стороной, каким образом она долучится до тиска на Россию с метою полной имплементации минских договорностей. На самом деле, мы должны выяснить, что это будет отдельный размер, что это будут элементы частного залучения или другого до нормандского формата, что это будет происходить параллельно. Мога идет и про смысл, и, конечно, про тех, кто будет это делать. И, кстати, все обратили внимание только на мои встречи с президентом США и вецепрезидентом США. А на самом деле встречей было очень много. Они были и в Держдепартаменте, в визнанных структурах. Как только вы назначимось, ну и, конечно, этот подход очень важно погодить и с нашими друзьями и партнерами за нормандским форматом. Просто эти встречи, почему мы на них обратили внимание, они самые яркие. Ну, логично, логично, я же скажу не тому. Ну, хорошо, а давайте вот по вашей встрече с Трампом. Вы сами как ее оцениваете? Вот это был скорее, многие говорят, что это был эффектный жест, в том числе, некоторые говорят, что даже жест в сторону Москвы. Или это все-таки начало нового диалога с новой администрацией США? Ну, послушайте, политический протокол, дипломатический протокол. И эта встреча, встреча, на которой он высловил поддержку в Украине, это была встреча, которая мне очень понравилась и вот такой людской атмосферой. Сколько, до речи, Трамп сгадал, как встречался с украинцами перед выборчей кампанией. Дуже важлива встреча с точки зрения ставления до Украины. Дуже-дуже важлива. Многие говорят, ну, вы сами заговорили о нормандском формате, что чуть ли не готова Америка присоединиться к нему, да? Если это случится, что это может принести на практике Украины? Давайте пока еще не спекуливать. Есть разные возможности. Есть вариант тисной взаимодействии с нормандским форматом. Это то, что на самом деле работает. Каким будет наступный вариант взаимодействия, это связывается протягом ближних недель и месяцев, конечно. Ну, и нужно поговорить с канцлером Немеччин и с новообранным президентом Франции. Оскільки сейчас у нас будет новая внешняя политическая команда, у нас были тесные связи с командой Макрона. Будем говорить, безумовно будут особистые контакты президента. И тогда посмотрим, какой вариант будет нами выбран. Вот очень вовремя вы вспомнили о Макроне, мы сейчас о нем и продолжим. Я только напомню, что вот один важный момент. Трамп уже в ближайшее время отправится в большое международное турне от Израиля и Саудовской Аравии до Ватикана и Сицилии. На Сицилии в конце мая состоится саммит Большой Семерки. И вполне вероятно, что вопросы, связанные с Украиной, будут обсуждаться там, как минимум, на полях саммита. Ну а за день до этой встречи в столице Евросоюза пройдет саммит НАТО, во время которого Дональд Трамп впервые встретится в том числе и с новым президентом Франции, одним из участников переговоров в нормандском формате. Будет ли Эммануэль Макрон таким же защитником международного права и Украины, каким был Франсуа Алан? Чего вообще ждать от месье Макрона в сюжете Елены Абрамович? Самый молодой президент в истории Франции. Интеллектуал, глобалист, бывший банкир, экс-министр. Еще недавно политический аутсайдер и нынешний победитель Эммануэль Макрон. Еще год назад о нем никто почти не знал, а сейчас говорит весь мир. Уже в это воскресенье состоится инаугурация, после которой Эммануэль и Бриджит Макрон войдут в Елисейский дворец. Кстати, именно личная жизнь нового президента многих интересует больше, чем его политическая программа. Еще бы, ведь первая леди старше своего мужа на 24 года. На этих кадрах Эммануэлю 15. Руководит спектаклем учительница Бриджит Траньон. Уже тогда Макрон пообещал, что женится на ней и сдержал свое слово. Вместе они уже почти 10 лет. Эммануэль Макрон остроумно отбивается от бестактных вопросов о браке и каждый раз подчеркивает, насколько важна для него семья. Я чувствую весь ваш пыл и рвение. Я понимаю, как вам обязан. Обязан соратникам, моим друзьям, семье, всем дорогим и близким. Бриджит повсюду рядом с ним. Она его главный советчик и одна из немногих, кому новый президент действительно доверяет. Во время предвыборной кампании именно Бриджит редактировала тексты его выступлений. Как первая леди Бриджит Макрон конечно попадет под шквал жесткой критики. И конечно же ее будут боготворить. Это неизбежно. Но она с характером умная, тонкая. Она не споткнется. У нее есть жизненный опыт, который поможет добиться уважения. Но чего ждать от самого Макрона? О новом президенте говорят. Его политические взгляды слишком консервативны для либералов и слишком либеральны для консерваторов. Францию Макрон впрочем, как и его предшественник Франсуа Аллант видит сильным игроком в Евросоюзе. В отличие от Ле Пен, которая обещала референдум о выходе из ЕС. Но при этом Макрон заявляет Евросоюз должен реформироваться. Иначе Фрексит. Среди приоритетов нового французского лидера борьба с терроризмом. Но это не закрытие границ, а укрепление армии, сил безопасности и разведки. Кстати, первая поездка Макрона президента будет именно к военным в зарубежных миссиях. К мигрантам Макрон лоялен и обещает всячески им помогать. Это правда, он пристально наблюдал за мной в последние годы. Еще со времени, когда я был виш-кандидатом в президенты, а Эммануэль Макрон министром. Но теперь избрали его. Он силен благодаря опыту, который получил. Я надеюсь, он продолжит то, что мы начали вместе, продвижение вперед. Что же касается украинского вопроса, тут его называют последователем немецкого канцлера Ангелы Меркель. Кстати, первая встреча с мировыми лидерами именно с Меркель. О Путине он отзывается довольно холодно. Макрон за минские переговоры, за санкции против России, но при этом и за сотрудничество с Москвой. Что касается мистера Путина, он находится за столом переговоров по ряду вопросов. Украинскому конфликту, где необходимо добиться дискалации, сирийскому кризису, где Россия также часть решения. Но я не поддамся диктату господина Путина. И этим отличаюсь от госпожи Лепен. Сам Макрон после своего избрания заверил, в истории Франции началась новая страница. Но очевидно, что его президентство может стать и новой главой в истории всего Евросоюза. Елена Абрамович, Людмила Панасюк, подробности недели, телеканал Интер. И без сомнения, историческое событие для Украины. Вчера, 11 мая, Совет Министров Евросоюза окончательно утвердил безвизовый режим для Украины. На следующей неделе должна состояться официальная церемония подписания, а уже примерно со второй половины июня европейские границы для украинцев будут открыты. Продолжение следует... Мы порываем с постсоверенским минулым и дедали большей мировой становимся частью единого европейского цивилизационного простору. Кстати, уже в это воскресенье, в День Европы, президент Порошенко даст пресс-конференцию начало в 3 часа дня. Главный повод, конечно же, безвиз. Но, вот что конкретно для каждого украинца означает новое правило? Вот ключевые детали. Это возможность безвизы поехать в 30 стран Европы, во все державы ЕС, плюс в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Для пересечения границы нужен биометрический паспорт и подтверждение платежеспособности. Но ими могут быть такими документами выпуска из банка о состоянии счета или наличные средства на руках. Почему нет? Кроме того, пограничник может поинтересоваться целью визита или попросить подтвердить бронь в отеле. Въезд по безвизу дает право находиться на территории европейской страны не более 90 дней в течение полугода. Все это время можно отдыхать, учиться или искать работу. А вот работать нельзя. Для этого все-таки нужно будет получать рабочую визу. Мы продолжаем разговор с Павлом Климкиным, министром иностранных дел Украины. Павел, я ничего не пропустил и ничего не переврал случайно. Все правильно? Я объяснил по безвизу. Абсолютно. Просто хочу додать одну, но очень важную вещь. Насправдно, кроме практических аспектов, это и выяв доверия до всех нас, украинцев. Выяв доверия с боку Евросоюза, что те европейские правила и реформы, которые мы впровадили, будут работать. Будем оставаться до них ответственно. Весь безвизовый режим будет работать почти идеально. Поэтому прохание до всех дотримоваться не будем называть цих правил, но тем не менее принципы... Но если хотим в Европу, то и вести себя нужно по-европейски. Абсолютно. Ну и от себя лично, я думаю, от большинства украинцев, спасибо вам за безвизу. Все-таки в его получении есть и огромная ваша заслуга, но и хватит о поздравлениях. Вы и так войдете в историю Украины, как министр иностранных дел, который, во время которого, в общем-то, Украина, Европа открыла границу. Скажите, а что дальше нам нужно от Европы? И безвиз мы ждали, боролись за него очень долго, выполнили колоссальную работу. Но какая наша следующая цель? Что теперь? Ну, давайте не будем забывать, что чекаем наприкінці этого месяца остаточной ратификации нашей угоди про ассоциацию. Голландский Сенат має принятие решение. Але потім, и вот, до речи, в неделю будет День Европы, я, на жаль, приеду в цей день до Брюсселя, оскільки 15-го зранку у меня будет зустріч з министрами закордонных справ Европейского Союза. Вот как раз хочу говорити про то, что дальше. Я вважаю, что мы маємо последовательно идти в напрямку членства в Евросоюзе. У цього є, звичайно, этап. Это базовые четыре свободы. Вот вы сегодня вспоминали, пока что працювать за этими краткостарковыми визами не можно, это еще национальная компетенция, открытие рынков, але и також залучение нас до загального европейского простору. Таким чином, чтобы, ну не знаю, каждый школяр, каждый студент, каждый науковец, каждый бизнесмен, все мы відчували себя частиною Европы, а Европа відчувала себя вдома тут в Украине. И я впевнений, что мы це найближчими роками Для этого нам нужны помощники, кстати, в самой Европе, кстати, когда мы смотрели сюжет мои коллеги Елена Бармович, вы мне сказали, что Макрона вы в своей жизни встречали, нового президента фракции. Это было не подчас. Что вы можете о нем сказать? Он скорее станет другом Украины? Слушайте, по-перше, его победа это победа европейской рядеи, безумовно, в Франции, но также новый подвиг в французской политике и в европейской политике. Поэтому одновременно будет эффективно працювать вот эта очень известная французская немецкая весть, которая очень важна для нас, в том числе в нормандском формате. И я уверен, что Франция будет очень последовательным адвокатом интересов Украины. Хорошо. Уже понедельник, Брюссель, неформальная встреча министров иностранных дел есть в Украине. Чего можно ожидать? Я хочу, чтобы мы договорились про то, какими будут подальше кроки. Идея есть максимальное расширение обменов. Звучайно, тема Донбасса это отдельная тема. Буду говорить и про то, что можем сделать, и про продолжение санкций, и про заместление тиска. Звучайно, буду говорить про то, чтобы максимально эффективно реализовать угоду про ассоциацию, чтобы мы все же таки вышли полностью на все рынки Евросоюза. И украинцы, и украинский бизнес отчував себя на этих рынках действительно вдома. Мы все этого очень ждем. Спасибо вам за этот разговор. Павел Кимкин, министр иностранной идеи Украины, был гостем подробностей недели. О чем еще мне хотелось бы сегодня с вами поговорить, это о том, что на этой неделе Украина оказалась центром внимания всей Европы. Ведь Киев принимает Евровидение. Уже прошли два полуфинала. Завтра все узнают имя победителя. Что хочется отметить? Картинка песенного фан-зона для туристов. Пока все проходит вполне достойно. Я сам в этом убедился. Но, к сожалению, не без скандалов. За кулисой конкурса люди, пожалуй, обсуждают активнее, чем сами выступления. Сколько стоят костюмы ведущих? Почему Джамале заплатят целый миллион? Почему конкурс организовали в последний момент? Но сегодня все это обсудить я с вами уже, к сожалению, не успею. Всю арифметику песни вы узнаете завтра из эфира подробностей. Я сегодня успеваю только лишь сказать спасибо моим коллегам, авторам подробностей недели. Вам, дорогие зрители, за внимание. Увидимся в этой студии ровно через неделю. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok